Хмм, какую чашку выбрать, чтобы забить чашечку контрабанды? Угу, давай мы рискнем и возьмем чашечку от ЛС Флэт. Друг мой, привет, как твои дела? С тобой до воды. Мы, как ты видишь, с голосом все круто. Что у нас сегодня ждет по плану данного выпуска? Ну, во-первых, мы выберем победителя, который выиграет крутой бокс от компании контрабанда. Во-вторых, где-то в середине ролика, либо в конце, мы разыграем 8 комплектов чашек от компании Let's Smoke. Это вот такие вот чашечки. Ну и еще. Здесь ты у меня видишь кальян Механика Классик, который ты часто наблюдал у меня в выпусках, но не было возможности его купить, потому что их не производили. Теперь они доступны для покупки. Можешь переходить в Механика Стор и там себе заказывать. Все. На этом не отвлекаемся. Это вторая часть уже у нас выпуска про контрабанду. В первой я рассказал про бокс, про внешний вид, про то, типа, как ребята придумали супер инновационную упаковку, которая, типа, изи-изи открывается, изи-опен, так сказать. Но мы это немного раскритиковали, расхейтили. И тут у нас вторая часть, где мы с тобой, где я тебе должен буду уже рассказать про все вкусы, которые я здесь прокурил. А я, в принципе, выкурил все вкусы. И я оставил один вкус. Это вкус Сатоши. Сейчас нам с тобой покурить. Давай потихонечку будем разбираться со вкусами. И погнали. Я разделю все это на две стопки, которые мне понравились, а которые мне не понравились. Monkey Business. Вкус очень крутой. Мне он очень понравился. Он прям такой плотненький, прикольный. Идем дальше. Следующий вкус у нас Hot Wings Matter. Это горячие крылышки. Острые крылышки. Как ты знаешь, мой опыт с всякими острыми, блядь, крыльями очень неудачный. Поэтому этот вкус отправляется, так сказать, в парашу. То есть, этот вкус мы реально с тобой выкинем в парашу. Это лично моя претензия к чему-то острому. Тем более, если это производит оригинал Virginia Group. Так, The Fine City. Довольно-таки тоже интересный. The Fine City это, короче, отсылочка к городу Сингапур, где уже больше 25 лет существует запрет на импорт жвачки, чем не раздолье для подпольной торговли. Так, такой вкус, как 991, это типа 911. Маленькая предыстория этого вкуса. Три заветные цифры являются светом в конце туннеля для борцов с контрабандой. 911. Вкус не очень получился, скажу вам так. Indy Rush. Маленькая такая отсылочка, запрещенная к производству Pan Masala, все равно остается в Индии самым желаемым сортом удовольствия. Я на самом деле не знал, что Pan Masala запрещена в Индии, но вкус мне понравился. Miami Traffic. Это отсылочка к GTA, а именно чит-код Miami Traffic, который вызывает в хаос в городе. Я его взрывал вроде бы одним из самых первых. И ой, он мне тоже очень понравился. Ну и, конечно же, доллары выбил. Основная валюта в любых сделках в мире, всем известный американский доллар. К сожалению, американский доллар для меня показался шляпой. Ну и, конечно же, вкус Сатоши, раз мы его сейчас будем забивать. Он мне тоже понравился. Что мы получаем? Раз, два, три, пять против двух. Это, в принципе, хороший результат. И я вам скажу, что, в принципе, это все можно курить. Все это хорошо курится. За исключением тех моментов, которые я озвучивал в прошлом обзоре. Сейчас, конечно же, мы немного это все вспомним и я вам расскажу. Это у нас производит табак-контрабанда. Да, но производит табак-контрабанда компания Original Virginia. Грубо говоря, Virginia Group. Да, это такой большой концерн, где многие ребята уже делаются. И, собственно, получается очень хорошо. Хорошо, контрабанда, как ни странно, получилась тоже очень хорошо. Но, 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 но. Есть такая теория о том, что все, что делает Original Virginia, получается как будто слизанное друг у друга. Я не говорю про дизайн, я говорю про ароматизаторы. И, конечно же, про общую вкусовщину в целом. Насколько это достоверно, я не знаю, потому что у меня еще не дошли руки. Положить перед собой все, так сказать, контрагентовые бренды Original Virginia и все это прокурить и понять, реально ли все это так сильно похоже друг на друга. Почему я этого не, ну, блядь, как вам сказать-то, блядь, типа на это внимание не обращал, потому что я не очень сильно зацикливался на том, кто производитель, потому что я оценивал продукт по тому, кто это придумал, понимаете? Кто это все создал, а не тот, кто это все сделал. Поэтому, а, возможно, я сильно по этому поводу и не заморачивался. Короче, ребяточки, мы забили вкус Сатоши, сейчас мы его раскурим, но перед этим я сделаю вот так. Я не буду делать паузы, чтобы ты примерно понимал, как это будет все выглядеть. Я возьму это вот так вот и поставлю перед собой, пока у нас греются угли. И это большое количество чашек, которые ты можешь выиграть. Здесь у меня 8 победителей. Каждому победителю по 2 рандомные чашечки, но я сделаю так, чтобы ему не попались одинаковые. Просто давай посмотрим, как у нас выглядит чашечка Шафт от компании Let's Smoke. Это вот такой вот фанул. Она очень крутая и она очень интересная. Идем дальше. Это у нас Флэт от компании Let's Smoke. Она выглядит уже вот так. Тоже очень здорово. Идем к чашке Нео. Нео это просто тяжелый, прикольный фанул. То есть он прям такой могучий, как член Нео. Ха-ха. Или Морфеуса. Поэтому, чтобы это все выиграть, тебе на самом деле не нужно ничего такого сложного делать. Первое, что тебе нужно сделать, подписаться на мой канал. Но я уверен, что ты уже давно подписан. А если нет, то пора наверстывать упущенное. Второе. Поставить уведомление о новых видосах. Либо, как в Ютубе просто народе говорят, поставь колокольчик. Третье. Напиши комментарий под этим видосом, что ты думаешь о чашках Let's Smoke и как тебе в общем идея контрабанды. А чтобы тебе было легче понять, что такое контрабанда, то вернись к прошлому видосу и посмотри выпуск про контрабанду. Так что, эти призы могут быть твои. Всего за пару условий. Подписаться, включить уведомления, написать комментарий. Никаких, мать твою, друзей отмечать не надо. Никуда это репостить тоже не надо. Просто смотришь и выполняешь условия и все. Так что, отец, я пойду поставлю угольки. В принципе-то ничего в продукте не поменялось. То, что он у меня полежал недельку дома. Поэтому ничего нового сказать про контрабанду я не могу. Курица он также прикольна. Более-менее достойна. В отличие от многих, так сказать, новых восходящих брендов. И все это максимально субъективно. Потому что, побывав недавно на презентации хулигана, было понятно о том, что все субъективно. И все, грубо говоря, как фломастеры, на вкус и цвет все разное. Но неизменным остаются чашки, на которых ты куришь. Поэтому поговорим немного о чашке Let's Smoke. У меня есть пару чашечек от Let's Smoke. И они еще не стали течь, как ебаная тварь. Поэтому я их рекомендую как покупки. Но, конечно же, лучше их выиграть. Поэтому, ребятки, сделал хорошую, жирненькую затяжечку за победителя крутого бокса с мерчем и продуктом контрабанды. И у нас победитель вот этот вот человек. Пожалуйста, как можно быстрее напиши мне в Директ, либо в Контакт. И мы отправим тебе твой приз. Так что, поздравляю, поздравляю. Ну и что я хочу вам сказать. В принципе, табак контрабанды не изменился. То, что неделька у меня полежала дома. А все как курился более-менее нормально, так и курица. Что касается чашечки, она тоже довольно-таки круто. Курица правильно прогревается. И ведет себя довольно-таки достойно. Я, наверное, больше чем уверен, что эта чашечка у вас не потекет. И прослужит вам долго-долго. Особенно, если вы выиграете у меня ее в конкурсе условий. Я говорил чуть позже. Так что, я желаю тебе удачи. С тобой был Дава Дым. Пока, пока, мой друг.